Саламу алейкум в рахматуллахи бригадуха, дорогие братья и сестры, по милости Аллаха сейчас появилась возможность делать визы, бизнес-визы в Саудской Аравии для россиян на 5 лет, причем это онлайн, онлайн быстро за один день выходят визы для россиян на 5 лет, для остальных стран на один год. Условие этой визы, что в каждые 90 дней ты должен выехать из страны и обратно заехать, то есть пересечь границу нужно будет и обратно нужно будет заехать тут же. И что мы делаем в данной ситуации? Мы берем машину, кто-то на машине едет в сторону Иордании, Иорданской границы. Саудско-Иорданская граница, и там переходишь, штамп тебе о выходе ставят и обратно тут же возвращаешься. И штамп на входе в Иорданию, и потом они тут же тебе делают выход. В общем, у тебя два штампика, вышел, зашел и все, обратно, обратно заходишь и опять у тебя 90 дней начинается отсчет. Это очень хорошо для тех, кто хочет жить в Саудской Аравии. Целый год могут жить с семьями и заниматься своими делами здесь. Учиться, кто-то хочет учиться, кто-то хочет чем-то там торгует, кто-то ездит, смотрит, где можно остановиться. Может быть, находит какие-то проекты с братьями, они там собираются, организовывают какие-то проекты. И потом, может быть, с арабскими компаниями какими-то договариваются. Вот несколько компаний, я знаю, из Кыргызстана, из Узбекистана, они открывали рестораны, с арабами договаривались, рестораны открывали. Кто-то открывает тандырные, кто-то открывает уйгурский ресторан, кто-то Самарканд ресторан открыл, кто-то еще, еще, еще. И все, они уже получают потом рабочую визу и уже работают по рабочей визе. Кто-то работает в отелях, в отелях повара тоже набираются, и они живут в отеле, и прям там готовят, и кормят паломников, двухразовое, трехразовое питание. В общем, вот так живут. Кто-то приезжает временно на сезон поработать, там Рамадан, от Рамадана до Хаджа, может быть, кто-то, кто-то еще, еще. По-разному люди стали приезжать. Вот в этом году оживление прям мы почувствовали во всех группах, что много-много братьев приезжают и работают. Это очень хорошо. Честно сказать, это очень хорошо. Много-много людей едут. Поэтому сейчас все больше и больше возможностей открывается. А тут визу нужно открыть один раз на пять лет. Представляете, пять лет у вас виза уже открыта. То есть вы приезжаете, здесь живете, или периодически приезжаете. Приехали, уехали, переехали, уехали. У кого-то там свой бизнес, там в России или где-то там в других странах. Просто приезжаете, пожили, опять уехали, ведете свой бизнес. Потом смотрите, как сюда перебраться или хотя бы семью привезти здесь. А сами уже просто мотаетесь частично. Ну, разные. У каждого своя, как бы, позиция. Я ни на кого не давлю, никому ничего не кричу. Где вы, где вы, где вы? Давайте все приезжайте, оставляйте свой бизнес. Потихоньку, потихоньку. Аллах вам здесь откроет ризик. Здесь некоторые братья, вон, во время Рамазана работали. Сдавали вот отели. То есть вот в такой отель, например, приходишь. Это не отель, конечно, это уже не отель. Раньше мы на них смотрели. Вау, это отель. То есть они приходят во время Рамазана, договариваются с хозяином. И начинают приводить клиентов. Клиентов приводят, например, вот здесь, в этом отеле, например, в этой Аймаре. Аймара, например, дом паломникам, называй. Договариваются и начинают заселять. Рекламу делают и начинают заселять. Вот здесь хороший дом. Я бы зашел сюда, посмотрел. Что это за дом такой красивый? Обновили его со всех сторон. Он такой прям серьезненький. Договариваешься с хозяином, например, хозяин тебе дает комнату за 2000 реалов на Рамазан. А ты ищешь клиентов, приводишь там. Хозяин тебе дает 500 реалов. Условно. 500 реалов тебе хозяин дает с каждой комнаты заселенной. И вот так люди работали. И вот некоторые братья там заработали за Рамазан. Больше, чем за весь год. Потому что это сезон. На Рамазан можно здесь заработать хорошие деньги. И на хач, тем более, тоже можно на хач заработать. Ходишь, ищешь, фотографируешь отели. Фотографируешь тут какие-то компании. Договариваешься с ними, приводишь клиентов. Пожалуйста, получаешь свои агентские. Вот такой вот бизнес. Некоторые ребята, я вот знаю одного брата. Он приехал с нами на Умру. На Умре с нами был. Потом поговорили, поговорили. Мы ему сделали бизнес-визу. Потом он по этой бизнес-визе год пробыл. Вот как, про которую я вам сейчас говорю. Год он здесь пробыл. Каждые 90 дней выезжал, заезжал. Потом он стал активно-активно работать. Учился в Медине. Потом, я не знаю, сейчас у него какая виза. Но факт, что он так работает, такая активный. Он везде рекламу делает. Он там договаривает. Если сам не может, договаривается с какими-то ребятами, которые могут рекламу сделать. Хорошие картинки, хороший голос поставить. И все. Такая реклама у него идет уже везде. Там и прокат автомобилей. Потом это, это, это. Мы ему заказы скидываем, клиентов отправляем. То есть он там встречает, там обслуживает паломников. То все. То есть серьезную идет работу. Представляете, где-то два года, три года назад он приехал по обычной визе, по тур, по умра визе. Умра виза или туристическая виза была, я не помню. Ну, короче, приехал на умру. И остался все. Человек теперь работает, живет здесь. И не собирается никуда уезжать. И не надо ему никуда уезжать. Поэтому давайте вот тоже так же предлагаем. Сейчас недорогие визы. Пишите, звоните. И пусть Аллаху, Сполнадаля, вам тоже облегчит. Много братьев пишут. Вот сейчас еще братья приезжают. Плотники, плотники. Я как раз с ребятами разговаривал. Одному нужны плотники, второму нужны плотники. То есть много-много-много. Есть каких-то вариантов, как здесь закрепиться. Ремонтные мастерские. Кто-то автомобильные мастерские. Кто-то столовые. Кто-то прокаты. Кто-то таксует. Берет в прокат машину. Заказ появился у него, например. Заказ. Вот взяли вы заказ. Клиентов надо привезти. Меккомодина. 200 долларов, например, он берет. 200 долларов. Берет машину в прокат. За людьми заезжает. Отвозит их. Получает деньги. Расплачивается с прокатом. Автомобиль прокатный. Там сколько стоит? 150 риал. Ну 50 долларов у него уходит. На бензин у него 50 долларов уйдет. Заработал человек 100 долларов. За то, что привез паломников. Встретил паломников. И еще у него целый день. Оставшийся день. У него машина на руках. Еще что-то может делать. Ну, в общем, вот такие вот новости. Мы идем сейчас на Джумар. Сегодня выходной день. Поэтому улицы пустые. Не так густо. Во время хаджи, конечно, все. В это время ты бы вот здесь уже сидел. Вот здесь бы я уже сидел. Во время хаджи здесь народу столько. До мечети не дойти. Марка Лофикон. С вами Нур Васурур. Давайте пишите, звоните на WhatsApp. 966-5361-61330. Номер WhatsApp. Там впереди плюс надо поставить. Или 2 0.